всем привет это канал на пульсе с вами я врач-онколог-хирург отобеков игорь сегодня мы поговорим с вами о диетах какое питание самое лучшее что для себя выбрать это будет первое видео из цикла видео по питанию на самом деле многие сейчас наверное скажут что кто-то такой ты онколог чего ты лезешь не в свое дело но на самом деле любой врач должен маломальски понимать в питании потому что питание является неотъемлемым фактором в развитии многих заболеваний и в поддержании здоровья человека многие известные хронические заболевания такие как допустим артериальная гипертензия то есть повышенное давление как сахарный диабет онкологические заболевания сердечно-сосудистые заболевания они являются мультифакторными то есть для того чтобы они развились нужно чтобы так сказать сошлись звезды чтобы у одного человека наблюдалось несколько факторов риска то есть чем больше факторов риску одного и того же человека тем больше вероятность того что разовьется заболевание возьмем для примера конь онкологическое заболевание какие тут могут быть факторы риска? Ну, курение, алкоголь, проживание в регионе, в котором много загрязняющих факторов в окружающей среде, высокий радиационный фон, генетический фактор, фактор питания обязательно. И естественно, когда это всё в комплексе, у этого человека больше риски заболеть каким-либо заболеванием. Поэтому, учитывая, что питание является модифицируемым фактором риска, то есть мы можем его менять, мы можем на него влиять, и таким образом мы можем воздействовать на какие-то заболевания с помощью питания. Допустим, если подобрать человеку правильную диету, он снизит вес и начнёт заниматься активно физическими упражнениями, во многих случаях этого достаточно, чтобы контролировать артериальное давление, чтобы контролировать сахар крови. И во многих случаях этого достаточно, чтобы полностью отменить все медикаменты для, допустим, высокого артериального давления или для диабета второго типа. Итак, сегодня у нас с вами речь пойдёт о диетах для похудения и о, так сказать, здоровых диетах. Цель этого видео не рассказать подробно о каждой диете, а сравнить их и дать вам общее представление о том, что включают эти диеты и какую из них для себя выбрать. В первую очередь, имеет смысл посчитать свой индекс массы тела. Этот индекс не самый точный и он не самый лучший для детей и для стариков, но в общем и целом можно приблизительно представить, нормальный ли у вас вес или нет. Этот показатель используется во всём мире и рассчитывается как вес в килограммах, делённый на рост в метрах в квадрате. Если мы возьмём, допустим, человека, который весит 70 килограмм и рост у него метр восемьдесят, то, посчитав по этой формуле, получается, что 21,6 у него индекс массы тела. Норма от 19 или 19,5 до 25. Если ниже 19, то это недобор веса, так скажем. Если выше 25, это излишний вес, выше 30, это ожирение. Ну и там выше 35, выше 40, это уже разные степени ожирения. Подбор диеты в идеале, конечно, должен осуществлять вам доктор. Он должен оценить, есть ли у вас какие-то заболевания сопутствующие, которые сопряжены с повышенным весом, нужно ли вам какое-то дополнительное лечение или если какое-то очень выраженное ожирение, может быть, нужно прибегнуть к дополнительным мероприятиям в виде медикаментозного лечения или в виде бариатрической хирургии. Что дальше? Нужно рассчитать свою потребность в калориях. Для этого есть формула. Одна предложена была в начале 20 века, а вторая более свежая, но, в общем-то, они в себя включают три компонента. Это основной обмен, то есть, сколько энергии, килокалорий нужно вам, чтобы, когда вы ничего не делаете, просто чтобы функционировали ваши внутренние органы, чтобы работало сердце, работал кишечник, дыхательная система. То есть, это вот самый минимум. Плюс второй компонент, это сколько энергии требуется для переваривания пищи. И третий компонент, это коэффициент вашей физической активности. Естественно, если вы не двигаетесь, то он будет меньше. Если у вас тяжелый физический труд, естественно, потребности в энергии суточные будут больше. Но проще всего воспользоваться калькуляторами. Онлайн-калькуляторов сейчас полно, просто заходите в Яндекс или в Гугл, вводите ваши данные, и вам посчитают вашу суточную потребность в энергии. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы похудеть, нужно, чтобы вы получали меньше, чем ваша суточная потребность. Это достигается за счет питания, плюс вам надо больше сжигать за счет физической нагрузки. Это и так понятно, но я должен был это озвучить. Основные разновидности диет. Это первое ограничение калорий, получать меньше энергии, чем вы тратите. Дальше. Есть здоровые диеты. Это средиземноморская или ДЭШ-диета. Средиземноморская – это не какая-то там специально разработанная диета, это просто стиль питания у народов, которые проживают на землях, где растут, так сказать, оливковые деревья. О ней я обязательно расскажу вам в следующем видео. И ДЭШ-это, если перевести, то это диетический подход для лечения артериального давления, артериальной гипертензии. То есть, это диета специально разработанная для того, чтобы снижать артериальное давление. Это здоровые диеты. Просто нужно рассчитать так, чтобы получать меньше калорий на этих диетах. Но об этом попозже. Дальше. Диеты с ограничением жиров, диеты с ограничением углеводов, дальше высокобелковые диеты и очень низкокалорийные диеты. Общим для всех диет является ограничение алкоголя, сладких напитков и сладкого. Почему? Потому что у нас и так разрешено получать мало энергии, мало калорий, и нам обязательно в том небольшом объеме пищи, которую мы съедаем, нужно получить вот эти вот важные, незаменимые компоненты для нормального функционирования нашего организма. А вот в этих вещах, у них энергии много, а компонентов незаменимых, важных никаких нету. Поэтому, если мы будем наедаться ими, то наш организм будет сильно страдать. Я для вас тут сделал такую табличку с разновидностями диет. Первое. Это низкокалорийные виды здоровых диет. Как я уже сказал, средиземноморская. В общем и целом, она богата мононенасыщенными жирами. Мы очень не любим насыщенные жиры. То есть, здесь их мало будет насыщенных. Здесь разрешено небольшое количество красного вина. И в основе лежат зерновые, фрукты, овощи, сыр, бобовые. В более умеренных количествах будет молочная рыба и птица. И совсем мало красного мяса и сладкого. Дальше. Дэш. Это диета специально разработанная для лечения артериального повышенного давления. Сюда входят в основном фрукты, овощи, нежирное, молочное и 25 минут тренировок в день. В среднем, при исследованиях, людям на вот этой диете получалось похудеть на 6 кг за полгода. Следующее. Это диеты с ограничением жиров. То есть, смысл в чем? Жир должен составлять менее 30% суточной потребности, суточной энергии. То есть, на каждую 1000 ккал, которые вы себе рассчитали в вашей суточной потребности, будет примерно 30 г жира. А все оставшиеся мы должны добирать. То есть, если мы снижаем жир, то нам надо повышать углеводы. Но углеводы нужно употреблять здоровые, отдавать предпочтение здоровым углеводам. Это фрукты, овощи и целенозерновые. Дальше. Диеты с ограничением углеводов. Они по многим исследованиям более все-таки эффективны, чем те диеты, которые ограничивают жиры. Здесь предпочтение отдается именно ненасыщенным жирам. То есть, более полезным жирам. Дальше. Сюда из белков разрешено рыба, орехи, бобовы и птицу. Что мы можем здесь делать? Мы можем либо снизить, в принципе, употребление углеводов, либо употреблять углеводы, у которых низкий гликемический индекс. Что такое гликемический индекс? Это скорость расщепления углеводов. То есть, более сложные. Они расщепляются медленно, постепенно. Вот более такие простые углеводы с высоким гликемическим индексом. Они очень быстро вызывают рост уровня сахара, массивный выброс инсулина. Инсулин это сразу загоняет в запасы нашего организма. И, соответственно, очень быстро снова хочется есть. И при этом много чего накопилось. Поэтому продукты с высоким гликемическим индексом, их нужно ограничивать. Плюс высокие уровни инсулина, они способствуют развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Тут различают низкоуглеводные, которые от 60 до 130 грамм в сутки углеводов. И очень низкоуглеводные. То есть, меньше 60 грамм в сутки. Это так называемая кетодиета. Что такое кетодиета? Когда углеводов поступает менее 50 грамм в сутки в наш организм, у нашего мозга и у других органов возникает голодание. И мозг может, кроме сахара, кроме глюкозы, употреблять еще кетоновые тела. Кетоновые тела – это источники энергии. Это пайки такие, которые единственные, кроме глюкозы, могут проникать через гематоэнцефалический барьер, то есть к мозгу. Все остальное не может проникать. То есть, мозг более ничем не может питаться. И, соответственно, вырабатываются вот эти вот кетоновые тела, которые производятся под действием гормона поджелудочной железы глюкогона. Он стимулирует печень. Печень синтезирует кетоновые тела. И эти кетоновые тела потом выплескиваются в кровь и идут, чтобы кормить мозг и другие органы. Интересно, что одно из кетоновых тел – это ацетон. И ацетон может выводиться с легкими, выдыхаться. И при повышенных кетоновых телах может наблюдаться запах ацетона изо рта у человека. Вот эти диеты, они эффективные, они благоприятствуют достаточно быстрому снижению массы тела, но должны использоваться кратковременно, потому что, ну, скажем так, они не самые сбалансированные для организма и длительно их придерживаться нежелательно. Должен сказать, что, в принципе, можно сбросить вес на любой диет. Но тут самое важное даже не то, какая-то диета, а то, насколько она суровая, насколько она соответствует вашей силе воли и сможете ли вы ей беспрекословно следовать. Если вы не будете срываться, то у вас в любом случае будет результат. Поэтому можно выбрать суперсуровую диету, да, строгую, она будет эффективной. Но если человек всё время срывается, то, конечно, у него результата никакого не будет. Поэтому выбирать нужно себе по силам. И всё, естественно, индивидуально, потому что, может быть, у человека немножко повышенный вес, тогда ему нет смысла вот эти вот высокоэффективные, но стрессовые для организма диеты использовать. Ему нужно использовать более мягкие. Дальше я вам тут отобразил список продуктов и их гликемический индекс. Это то, что я вам говорил. Чем выше, тем хуже, соответственно. И содержание углеводов, гликемическая нагрузка. Зелёным отмечены. Тут, несмотря на то, что достаточно высокий индекс, но тут содержание маленькое углеводов. И тут нагрузка небольшая, поэтому вот эти продукты, зелёным отмечены, они предпочтительны. Ну и с низким гликемическим индексом тоже, естественно, предпочтительные продукты. Вы просто сделайте паузу, посмотрите. Я не буду на этом сейчас останавливаться. Дальше по побочным эффектам. Если сравнить низкоуглеводные диеты и диеты с ограничением жиров, то у низкоуглеводных диет, несмотря на то, что они, конечно, более эффективные, но, к сожалению, у них и побочные эффекты чаще. То есть это запоры чаще, головная боль, галитос – это неприятный запах изо рта, мышечные судороги, диарея, слабость и кожная сыпь. Всё это возникает значительно чаще при низкоуглеводных диетах. То есть, понятно, если возникают побочные эффекты, значит, это достаточно стрессово для организма. Далее, диеты с высоким содержанием белков. Почему высокое содержание белков лучше, чем низко? Ну, во-первых, белки нужны нам для функционирования, в принципе, всех систем. И они очень важны и для иммунной системы, и для передачи сигнала в клетках. То есть ограничивать белки – не самый лучший вариант. Более того, белки, они не могут синтезироваться ни из жиров, ни из углеводов. И высокое содержание белков предпочтительнее, потому что они обладают высокой насыщаемостью организма. И стимуляцией термогенеза. Чем больше мы будем производить температуры, тем больше будет теряться энергии. Потому что на производство температуры, тепла, нужно потратить энергию. Поэтому термогенез, он тоже хорош для того, чтобы повысить свои суточные потери энергии. Ну и высокая насыщаемость, то есть меньше чувства голода, меньше мы будем хотеть есть. И по эффективности они не уступают диетам с ограничением жиров. Дальше, дорогие друзья, очень низкокалорийные диеты. Меньше 200 килокалорий в день не стоит использовать, потому что это очень плохо для вашего организма. А 200 и 800 – это вот эти низкокалорийные диеты. Они способствуют быстрому снижению веса благодаря хорошему использованию жировых запасов. И здесь наблюдается хороший кратковременный эффект. Но при долгосрочном использовании, в принципе, никаких преимуществ перед вот этими диетами оно не показывает. Из побочных эффектов – потеря волос, истончение кожи, ощущение холода, человек мерзнет все время. И, ну, это касается всех, в принципе, диет, потому что идет мобилизация жира, жировых запасов и мобилизация холестерина идет. Поэтому могут образовываться желчные камни. И из минусов, если диету эту бросить, то идет быстрое возобновление, восстановление веса. То есть, эти диеты, в принципе, они хороши для того, чтобы, ну, если у нас есть какая-то цель, допустим, перед операцией нужно похудеть. Вот, используйте вот эту диету. Есть еще интервальное голодание. Оно, в принципе, неплохое, но в долгосрочной перспективе оно не эффективнее, чем низкокалорийные обычные диеты. Большинство американских диетологов склоняются к тому, что лучше всего использовать вот эти вот здоровые диеты, но при этом просто снизить количество калорий, получаемых с ними. Потому что известно, что они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, атеросклероза, сахарного диабета и снизить артериальное давление. Известно, что люди вот этих средиземноморских стран, у них меньше вот этих заболеваний, несмотря на то, что они едят много жиров, но в основном это будут жиры растительного происхождения, масла, основа у них оливковое масло. В общем и целом, что нужно? Нужно обязательно ограничивать вот эти вот все рафинированные углеводы, колбасные изделия, красное мясо ограничивать, трансжиры, продукты, содержащие большое количество натрия, ограничивать соль. Умеренно птицу, яйца и молоко и больше употреблять фруктов, овощей, бобовых, орехов, рыбы и йогурта. Более конкретно по диетам мы с вами поговорим в следующих видео. Для более быстрого и краткосрочного можно использовать вот эти вот диеты, низкокалорийные, можно использовать с ограничением углеводов, более эффективные, чем с ограничением жиров. Но в общем и целом, низкокалорийные виды здоровых диет, это средиземноморская и ДЭШ, они никак не уступают, поэтому они являются более предпочтительными. Если информация была для вас полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Будьте здоровы, до свидания.